Всем доброе-доброе утро, у нас начинается новый день, у нас уже 5 часов утра, мы проснулись и сегодня мы улетаем из Таиланда. Сейчас ждем трансфера, будем лететь в аэропорт. Лететь, ехать, ничего не просто. Ну что, вы готовы к полету? Да. Ань, готова? Хорошо. Давай, выталкивай. Выталкивай. Трансфер нас уже ждет. Так. Я прям оделся тепло. Ну тепло это как? Джинсы и кроссовки. До этого я здесь кроссовки ни разу не одевал. Джинсы тем более не одевал. Так, вон наш микроавтобус. Так, залазим. Мы еще по дороге хотим остановиться в 7-11 выпить кофеечек. Все, поехали в аэропорт. Так, сюда сидите. Смотрите здесь блеск. Ого, круто. Оно горячее. Остановились мы в 7-11. Так, сейчас купим что-нибудь вкусненькое. Заказал еще кофеечек. Они работают круглых суток на эти магазины. Вот есть прикольные, знаете, так, это водоросли, как они называются, нори. И тут такие бутербродики уже, они идут с рисом. Там рис, например, там рыба или еще что-то. И они вот в таких вот треугольничках. Возьмем пару штучек на завтрак себе. Мы уже подъезжаем к аэропорту. Что самое удивительное, вот в 3 утра здесь уже жизнь кипит. Видно, даже ездят школьные автобусы, собирают школьников так радо. Еще не до 6 утра, а уже автобусы, они просто здесь открыты и школьники, они как бы в одной форме. Короче, здесь прям рано-рано все уже начинает оживать. Наверное, даже оно круглосуточно как-то все работает, потому что видно, и какие-то маленькие рыночки уже работают. Так, мы уже в аэропорту. Так. Давай. Давай. В аэропорту можно взять бесплатно вот такую вот тележечку. Давайте погрузим туда вещи. И будем идти на регистрацию. А ну, Ань, не забирай. Все украла. Ну, все. Давайте будем ходить. Есть тут аэропорт для внутренних вылетов. Это международный аэропорт. Сейчас надо посмотреть, где наш вылет. Или это все вместе. Ну, у нас водители спрашивают, вам, говорит, внутренний, либо международный. Посмотрели, где у нас сейчас регистрация будет. Летим мы авиакомпанией Катар. Она... А вот сюда мы летели компанией Этихатс. Или как Этихат. Она в пятерке лучших была. И вот Катар тоже была в пятерке лучших. Ну, они, короче, один год одна лучшая. Второй год другая компания. Вот Катар, она тоже одна из лучших в мире считается. Ну, что, мы встали в очередь. Теперь ждем. Сегодня мы летим не бизнес-классом. У нас эконом-класс. И по времени на тренировке мы летим 9 килограмм. Ну, что, мы прошли регистрацию. Нам дали аж 8 билетов сразу. Потому что у нас будет пересадка в другой стране. И эта страна будет у нас новая. Сейчас я вам позже скажу, когда мы летим. Так, нам нужно теперь идти туда на проверки. Самолет с собой мы берем вот этот вот маленький чемоданчик на колесиках. А не чемоданчик. Здесь у нас вся еда, игры, раскраски, развивашки. Короче, все, что пригодится во время полета. Потому что лететь нам первый перелет 6 часов. Потом у нас пересадка 6 часов. И потом опять 6 часов. Короче, лететь мы будем очень и очень долго. Ну, все, мы сейчас будем проходить все проверки. Короче, аэропорт очень такой популярный. Очень много здесь вылетов и много прилетов. Мы когда ходили на пляж, там где взлетали самолеты, я показывал. То есть один за одним прилетает, один за одним улетает. Все, давайте вещи берем. Так, здесь такая немаленькая очередь на паспортный контроль. Спросить или можно куда пройти. С детьми отдельно, никуда нельзя входить. Короче, надо в общую очередь. Там женщина подходила, просто там есть быстрая линия. Она говорит, у меня оплачена быстрая линия, ее все равно сюда отправили. Ну что, мы уже прошли все проверки. Все хорошо. Нас выпустили. Зашли в зону ожидания. Иногда в аэропортах есть зоны, где можно быстренько пройти с маленькими детьми. Конечно, стоять в очереди с детьми. Честно скажу, непросто, но мы выстояли. Очереди здесь такие. Ну, в принципе, все быстро проходит, но очереди такие большие. Нужно было подождать. Ездят роботы-пылесосы, которые здесь убираются. И огромное количество магазинов. Вот она, огромная махина стоит. Это авиакомпания Катар. Мы будем лететь с этой авиакомпанией. Сейчас как раз видно, люди только выходят с самолета. И нам еще примерно часа полтора-два нужно подождать, и мы тоже будем туда погружаться. Видите, видно море. Мы как раз были на вот этом пляже. Там купались. Иногда, кстати, самолеты идут на посадку и пролетают над пляжем. А иногда они взлетают. Говорят по-разному. Там зависит как-то от ветра. Поэтому посмотрим, как мы сегодня будем взлетать. Очень хочется спать. Прям такие все невыспанные. Ну, я думаю, сейчас полетим и уже в самолете немножко отоспимся пару часиков. В аэропорту, в принципе, продается стандартный набор всего алкоголь, сигареты, ну и огромное количество сувениров. Интересно, вот посмотреть, делают ли тут массаж в аэропорту или нет. Мне сказали, что в аэропорту здесь делают массаж. И всякие такие прикольные со слойниками брелки. Так, в чем же здесь бутербродики, круассанчики, круассанчики шоколадом? 120 бат. Если там, ну, конвертируйте свою валюту, там, если к евро, например, 39 евро, это... Вот, 39 бат, это 1 евро, примерно. Так, булочки-то 160 бат, бутербродик 300 бат. Бутербродики, я вам скажу, такие прям хорошие. Лапша быстрого приготовления 90 бат. Чтобы вам быстренько это все дело запарили. Причем есть том-ям и другие. Что самое интересное, в аэропорту есть холодная вода, есть горячая вода. Можно с собой просто... Есть также питьевая вода. Можно с собой взять лапшу быстрого приготовления и здесь приготовить. Короче, видите, это здесь святое. А здесь продаются прям уникальные чемоданы, смотрите. Вроде бы с виду обычный чемодан, да? Но, если посмотреть, внутри... Ой, он даже не легенький. Смотри, внутри три бутылки. Это у нас виски. И здесь две бутылки. Так, это что у нас такое? Короче, тоже какой-то напиток. Я просто такой не пил, я не знаю. Так, такой чемодан стоит 18600 бат. Такой чемодан стоит с тремя бутылками 4400. Есть чемоданы, есть рюкзачки. 2620 бат. Здесь у нас две бутылки. Есть также такие, знаете, сумочка для документов. 3300 стоит. Джентльмен, джек какой-то. Первый раз такое вижу. Очень может быть полезно кому-то. Также в аэропорту есть аптека. Мы, кстати, тоже, когда внутренний рейс у нас был, была аптека. И вот на международном можно купить волшебный пластырь от всех болезней. О, ну, самая крутая, по-моему, здесь считается, это мазь тигра. А это вот с мазью тигра. Ого, он даже тяжелый. Вот, может, какой-то согревающий. Огромное количество мазей здесь. Они, когда делают массажи на улице, там тоже используют эту мазь греющую. Это у нас травяные бальзамы. Так, цены пишет, не пишет. Сколько такое стоит? 285 бат. Есть также, смотрите, позолоченные слоники. Есть позолоченные. Вот, например, такой слоник. А, ну, помелук. Такой стоит 2400 бат. Я посмотрел. Так, главное, на него не уронить. Одной рукой как-то сложно это все смотреть, да. 2900. Немножко перепутал. Или на них вообще цены разные, на все. Не одинаковая цена, 2900. Ну, кстати, очень красиво смотрятся. Разные фигуры. Кролики, мышки, тигры. Смотрите. Короче, алкоголь Ютифри продается. Одна бутылка стоит 130 тысяч бат. Это знаете, сколько примерно? Это примерно 3500 долларов такая бутылка. Даже не знаю, что сказать по этому поводу. Напишите, что вы думаете по этому поводу. Есть по 12900. Ну, это уже такое, по мелочи. Подождите. 875 тысяч. Так, сейчас переведем. 22 тысячи евро с копейками стоит бутылочка вот этого Royal Salute. Такие дела. Поэтому, ну, мало ли кому-то пригодится, если что, здесь продается такой алкоголь. Рассказываю Диане про бутылку за 22 тысячи евро. Мне выпала такая честь постоять рядом с этой бутылочкой и даже подышать немножко. А? Вот так, салют. Я... Слушай, надо, короче, сфотографироваться на фоне этой бутылки. С ником говорю. Пойду сфотографируюсь. Внукам буду рассказывать. Поскольку самолет огромный, короче, сейчас заходит в зона 1, а мы в зоне 2 сидим. Тут по зонам пускают, чтобы не было больших очередей. Ну что, объявили посадку зоны 2. Как раз наша зона. И мы идем погружаться в самолет. Проходим в зону. Там, где прилет, очереди просто гигантские. Смотрите, я так краешком показал вам в глазах, скажем так. Ну, как бы все двигается, но, короче, надо вот ждать, видите. А можно купить приоритетную посадку. Либо вот когда прилетели тоже, чтобы за секунду все пройти без очередей. Показать efficiently и пустос. Далее. Мерди, все. Микро. Перなんцова. Пр 문ция. При улик. Hell��. Б has. Было. Мерди воплощий. Ветра. Мер technician. Мерд evий. Самолет, здесь вообще два входа, видите, там отдельный вход для бизнес-класса сделали, это уже для нас. Есть еще один вход там вдалеке, ну, в основном два входа сейчас. Проходим бизнес-класс, смотрите, отдельные кабинки для всех, смотрите, как прикольно. У меня идея, мы с папой вместе будем сидеть в одном, а мама с Аней. Класс, идея супер, но нам надо немножко дальше пройти. Вообще идея классная у тебя. Баба, а может быть праздник ходить, ну, именно когда именно будет праздник? Что, когда? Место 37. Мы сидим в самом центре, но зато очень классно вот для ног. Я буду сидеть, у меня там ноги будут никуда не упираться. Значит, кадров взлета и посадки у нас не будет. Смотрите, авиакомпания Катар дает, что она дает? Пледики, наушнички, плюс это подушечки. Это самый крутой самолет, мне в таких самолетах не было. Да ладно. А что там, папа? Мы когда сюда летели, было подзарядка. Потом есть у нас мониторчик, здесь также есть пульт. Вот, можно поиграть в какие-то игры. И плюс у нас, скажем так, все включено. Напитки, любые алкогольные и безалкогольные. И будет еще питание один или два раза, я точно не знаю. Мы летим в Катар. В Катаре, говорят, очень крутой аэропорт. Посмотрим, у нас будет много времени, чтобы там полазить. Но я боюсь, что мы туда приедем, этот саду из-за спорта. Ну что, все пассажиры сели, мы уже готовимся к взлету. Или к взлету. Или готовимся взлетать. Так правильно это говорить. Тут самолеты один за одним взлетают. Поэтому, наверное, мы будем даже вместять какую-то очередь. Детям здесь раздают подарки. Покажите, что вам дали. Там они как-то по возрасту дают. Даша дали рюкзачок. И там еще в нем что-то находится. А я тебя сейчас подниму. Ой, я правда пристегнутый. Вот. А они дали вот такую штучку. Покажи, что там. Покажешь? Короче, очень круто, что дают детям вот такие штуки. Итак, распаковочка. Смотрите, дали карандашики. Затем дали вот такую вот штучку. Можно так вот давить туда-сюда. Затем здесь у нас какая-то игрушка, какие-то карточки. А, карточки какие-то. Потом дали блокнотик, в котором можно порисовать. В общем, очень классный вот такой вот маленький рюкзачок. Это очень круто, потому что детям есть чем заниматься. Когда они заняты, они спокойны, никому не мешают. Вот. Обычно мы всегда берем детям много разных игрушек, всяких, рисовалок, чтобы они постоянно были чем заняты. И чем больше, тем лучше. Потому что, как бы, быстро им надоедает. Что-то они делают, и все, надоело, надо что-то другое. Вот такие дела. Иногда смотрю, дети летают, и, короче, родители им мало что с собой берут, и они начинают немножко нервничать. А когда нервничают дети, автоматически начинают нервничать у всех по кругу. Инструкция идет. У всех есть мониторчик. У меня супер мониторчик. Смотрите. Он достается как-то вот отсюда. Сейчас, как его достать? Тихо. Так, ага. Как-то он нажимается. Подошла стюардесса. Смотрите, вот у меня личный планшет. У меня так выдвигается. И так же он, наверное, потом превращается в столик. Главное его не поломать потом. Да, вот так вот. Нет, давай я уже сяду. У меня тут длинок места классно. Я, у тебя еще круче, чем у меня. А столик, смотрите, вот я его на место поставил. А столик у меня здесь. Вот так это дело берется. Вот так вот достается. Все, у меня теперь супер столик. Смотрите, как прикольно. Все, давайте его сложим обратно. Так, одной рукой неудобно делать. Все. Ну что, мы наконец-то взлетаем. Мы взлетаем. Должно быть классный вид, наверное, на море. На горы. Должно быть очень красиво, но сегодня мы без красивого вида. У нас тут все включено. Вот так развозят вино, делают виски-кола, белое-красное, плюс огромное количество напитков, там тоники, безалкогольные напитки. Ну что, уже начали раздавать обеды, и вот подошли к первым детям, спросили, что они будут есть. Это рис. Будут есть рис и рис с мясом, либо макароны, рис с говядиной, либо макароны с курицей. У нас была целая бипей с едой, короче, Даша сказала, будет рис с говядиной. В принципе, они детей обслуживают в первую очередь. Еще никому не дали еду, но детям дали в первую очередь. Вкусный темный рис, понравился? Это хорошо. Все, приятного вам аппетита. И третье блюдо для обзора, снимаю, которое дают в самолете, это веганский подтай. Держите. Самое главное, еда вкусная, не острая. Короче, дети поели, не понравилось, все отлично. Что, в принципе, показал, чем и скормят, что дают пить во время полета. Нам еще предстоит долго лететь, наверное, мы поели и будем немножечко спать. На этой прекрасной ноге буду заканчивать это видео. Желаю всем счастья, крепкого здоровья. Спасибо, что смотрите. Подписывайтесь на канал, если не подписаны. Всем пока всего самого лучшего. Все, пока. Рассрочка на покупку квартиры в новостройке 0%. Низкая налоговая ставка. Тропический климат и потрясающая природа. Инвестируйте в недвижимость Таиланда с Royal Property. Royal Property.pro Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова